Что такое правильные пчелы и что такое правильный мед, знает не только всеми любимый медвежонок Винни-Пух. Об этом хорошо знают и наши герои. И сегодня они расскажут и об этом, и о том, что для них значит деревенское счастье. В поселок Вишеная на пару дней пришло настоящее лето. Солнышко пригревает, деревья цветут, трава радует глаз сочной зеленью. А еще вокруг жужжат и трудятся изо всех сил пчелы. Они летают мимо чинно и умиротворенно, никого не жалят, ведь это только отвлекает от работы. Нужно же скорее-скорей сделать первый мед и накормить им свою большую семью. А семья, что заботится о пчелах, и правда большая. Во главе с дедушкой Бекиром целых четыре поколения пчеловодов за одним столом. И для них деревенское счастье имеет вкус меда и пахнет ароматом цветущих полей. Пчелом стал заниматься в 1034 году. Потом сделала в 40 семей, там война началась, забрали. Через 80 с половиной лет служила, а в армию один приехал. Туда в Викстан приехал и там стал заниматься пчелами. Там занимался, ну постоянно занимался. Вот четыре года, пять лет как бросил работать. Пчеловодством по-серьезному, конечно, уже лет в 16. Ну вот как вот этот вот внук, 12 лет, 13, 14, я уже на пасеке возле отца. Все время. И потом уже после 14 лет он меня начал на пасеке в горах оставлять, как сторож. Например, с армии приехал, поступил учиться в автодорожье заочно. И пчелами занимался. А потом мне показал, пчелами интереснее, лучше работать. И полностью пчелами. А они тоже с детства, как на Канилкилу выходят, в горах, там, в Чаньшанских горах, места красивые, хорошие. Они на пасеку. Все лето на пасеке. Это мой брат Эрнест, да? А мы с ним, мы... У нас разница один год. И мы с ним как близнецы, так скажем, мы все время вместе с родителями. В мае уже мы уже смело на пасеку, в горы. У нас, отец нам купил лошадь, мы брали ее с собой. Тут работа с ульями. Но это с детства, больше мы другого и не знали. То есть, все время пчелы. Интересно было. Считали даже за весь сезон, сколько нас укусит, допустим, пчел. Вот это мой сынишка Азиз. Учится в пятом классе. И он точно так же. Вот я работаю, он подходит. Силаю маску наденец, что тебе сделать, как помочь. Вот дедушка у нас первое поколение, отец второе, мы третье. А он уже четвертое поколение. То есть, какая-то династия уже. Мы же пчел привезли со Средней Азии. А сюда перелетали самолетом. А мать говорит, полетишь с нами? А я вот до сегодняшнего дня еще не летал на самолете. Никогда. Тогда была возможность. Я говорю, нет, я поеду с папой. Мы ехали сюда. Вот такие пчелопакеты, почтые рамочки. Мы 30 штук их привезли. 30 пчелосемей сюда, оттуда. И вот всю дорогу ехали, ночью двигались. А днем мы останавливались, выпускали пчелы, они летали. И в какое-то время у них закончился корм. А в то время дефицит был сахара. В магазинах ни сахара не было, почти ничего. Надо было их подкормить. Так что, я помню, папа пошел, купил повидло. Положили сверху. И вот так мы их довезли. То есть, ни одна семья не погибла. Со стороны кажется, что заниматься пчелами, ой, как непросто. Но наши герои делают это с удивительной легкостью. Даже и говорить не стоит, что никого из них во время съемок ни одна пчела не ужалила. Чего не скажешь про нашу съемочную группу. Одному из операторов все же досталась порция пчелиного яда. Хорошо, что в конце дня и без каких-либо последствий. Зато теперь есть идея не только наблюдать за нашими героями, но и перенимать опыт. В жизни все пригодится. Сейчас откроем, посмотрим пчелосемью, осмотрим, есть ли там матка. Ну и уже все остальное. Это не матка? Нет. Это медовая рамочка. Она, как правило, всегда с краю. Так. Это расплод. Вот. А что это значит расплод? Это детки. Это вот матка засеяла сюда все. Вот эти через, буквально эти уже на выходе, ну 2-3 дня, и они превратятся в пчелку. И все. И пойдут работать? Да, и пойдут. Вот у нас матка сама. Это получается в каждой пчелосемье есть одна матка. Это хозяйка. То есть она, все пчелы имеют ее только запах. То есть вот они приходят, вот здесь есть сторожа, да, у нас возле литка всегда сторожа. То есть приходит эта пчела, у них есть феромон, присутствуют матки. И то есть они приходят, они чужую пчелу уже не впускают сюда. Только именно свою. Сторожа постоянно, то есть обнюхивает и пустили. С медом все, проходите, так скажем. У них обязательно есть воспиталки, ну сидят пчелы, которые воспитывают именно деток, вот этих деток. Есть рабочая пчела, которая ходит за медом. Вот здесь выходит пчелка. Вот она. Вот, 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 вот молодая пчелка. Только-только начала выходить. Вот это вот только вышло, беленькая еще. Это только начальное развитие пчелы. То есть самый пик доходит от 50 до, ну, зависит от улей, до 80 тысяч пчелок в каждом уле. То есть их так много. Есть породы маток у нас разные. Есть баквост, есть карника. То есть, допустим, карника, она с Австрии привезенная. Мы уже берем их дочек, так скажем, и меняем породы. Закарпатья с Мукачева привозим. Я, например, когда сюда переезжал, привез пчел. Пчел привез в маленьких пакетиках, штук 30. Вот. И по пасеке ходил, ну, по пояс раздетый. И что, и маску не одевал, ничего. Пошел, недалеко пасека стоит, на рапсе стоим. Дай, думаю, посмотрю, белогорские люди. Прихожу, познакомился с ними, только первый год приехал. Ихние пчелы как на меня напали. Как собаки. Они в масках все, укутанные. Я к себе на пасеку пришел, опять тишина, ничего нет. В общем, через лет пять и мои пчелы такие злые стали. Порода поменялась. А у меня порода была там, я сам маток выводил. Совсем такая добрая, не злая порода была. А здесь крымская пчела злая немножко. Когда вот, так скажем, метисы, получается, дети метисы, они, так скажем, бывают симпатик, красивые. Вот какие-то они другие, да. Вот то же самое, мне кажется, это и у пчел. То есть, скажем, это же тот же самый Бакваст, ну там он с Германии, да, и наша же Карпатка, да, с Украины. Вот первые дети их, у них бывают они прям вот на медосбор очень такие. Ну, то есть, даже открываешь, смотришь, меда там больше, чем, допустим, даже у самой мамки, там, допустим, немки или украинки. Чтобы пчелы давали хороший мед, пчеловодам нужно быть немного садоводами, немного, как уже стало понятно, селекционерами и даже немного строителями. Большое значение имеют размер и вид ульев. Это у нас конструкция улья лежаки. И в каждом лежаке у нас две пчелосемьи. То есть, отделена перегородка, здесь одна пчелосемья, здесь другая. Ну, не все так держат, многие держат одну семью в улье. Ну, мы как бы и привыкли, и видим по медосбору, что мы у нас, получается, мы берем больше меда, чем если бы держали бы одну семью в этом улье. Ну, это наша работа. Есть здесь люди, которые держат многокорпусными, ну, для них так легче. Мы вроде бы, как бы для нас, мы можем с этими ульями, то есть, один человек может справиться смело, ну, со 150-200 ульями один человек. А если с многокорпусными, как бы, ну, как для нас, нам так кажется, потому что каждый пчеловод хвалит свои улья, так скажем. Мы вот держим эти улья, у нас все на погрузку. То есть, загружаем, все выгружаем, с ними легче работать на земле, не бывает нападов. То есть, ну, нападов, в принципе, в летний период не бывает. Они в основном в осенне, безвзяточное время, когда уже начинает, взятка мало, они вот норовят друг друга пойти отобрать. Ну, как всегда, так скажем, взять на халяву, не идти работать. Ну, конечно, пчела – это такая вещь, это, я не знаю, это не объяснить, ей надо заниматься, что ли, любить ее. А где же делают самый вкусный мед? На самом деле, где бы ни был пчеловод, в лесах с акацией или в степном разнотравье, у него любой мед получится по-настоящему вкусным, если он хорошо заботится о пчелах. Пчелы тогда добрые и при хорошем отношении и жужжат ласковей. А в зависимости от места сбора, сам мед будет отличаться только по аромату, но не по качеству. В Азии, в Узбекистане, там природы такой нет, в основном хлопок. Только хлопок обрабатывают, и это, конечно, не то. А в горах в Киргизии, там совсем другое пчеловодство. Там природа очень богатая. Те цветы, которые там есть, даже в Крыму нет. Почему на Акацию ездили? Потому что он ранний взяток бывает там. Где еще пока в Крыму меда нету, а там мы уже успевали мед откачать. Акация же очень рано свечет. Теперь же, когда свечет, бывает мед. И там в Акации в лесу стоишь, а Акация, знаете, как пахнет. Вообще там надышаться не можешь. Там лес, как мне рассказывали, раньше Днепр проходил сюда поближе к этим, Сурыпинску, вот там вот, дальше, ближе к Сурыпинску. Где-то 40 или 60 километров до этого, до Днепра. А там песок. Песок откладывался, река уходила, уходила дальше Днепр. И этот песок 80 метров глубиной колодец там делает, по 80 метров воду берут. И поэтому он как барханы ходили там пески. И тогда его много-много лет назад, вроде бы Екатерина, как они рассказывают местные, посадила Акацию. И он зарос, там такие деревья огромные, аж головок уже высокий. И чтобы не перекатывался песок. Бывало, что ходишь, смотришь, там кусками бывает в лесу розовая Акация, он на неделю позже цветет. Там кусок, тут кусок, уже белая Акация цветает. Думаю, дай пойду, посмотрю, увидел. О, а какой большой он или нет, вокруг прошел, метров, может, 50-100. Смотрю, там еще и тот пошел, и тот прокрутился. Раза три прошел, кругом лес, в какую сторону идти, не знаю. Аж потерял с Акацией в лесу. И пошел, думаю, только в одну сторону надо идти. Озеро там было. А там я уже знаю, оттуда дорогу. Все-таки вернулись вы к родным пчелам. Пол дня ходил. Я сколько себе помню, ну, наверное, я не знаю, может, с 5-6 лет. Вот я на пасеке. У меня бабушка уже покойная. Раньше вот я с ней, ну, она тоже на пасеке там готовила. Ну, всегда на качке помогала. И вот я постоянно тоже на пасеке был, скажем. Уже я не представляю, без пчел, как это. Вот, допустим, зима, уже все, вот, как-то вот не можешь. Вот хочется уже быстрее бы выехать куда-то вот в лес с пчелами. Я уже открываю, или я вижу, могу туда, как, даже рамку не доставать. Я знаю, есть там пчела матка живая или нет. Или могу вот так просто посмотреть, определить даже, что с этой семьей она. Ну, то есть она полноценная или нет. А работа что? Ну, вот этот вот звук приятный, вот, когда, если слышите, вот, когда пчела жужжит, работаешь. Когда пчела развивается, идет взяток. Вот это, наверное, самое такое, это то, что вот радует пчеловода. Откачать мед, нужно быстренько, чтобы пчели освободить место для дальнейшего сбора. То есть, если мы у пчелы не будем забирать мед, она работать не будет. Ну, как, если у человека все доста, он будет доста, то он не хочет работать, он уже ленится. А у них мы забираем мед, то есть у них освобождается место. Они понимают, что как они зиму перезимуют, и они начинают опять собирать мед. И, то есть, этим мы их стимулируем. То есть, все время они носят, носят мед. Бывают такие годы, когда мы откачиваем, начинаем с первого, и доходим до последнего улья. И нам приходится опять начинать с первого. То есть, ну, это очень приятно. Я, допустим, люблю более пахучие меда. Пусть это будет разнотравие, допустим, наше вот степное. Там донник, синяк, василек, отчий цвет, медуница. Ну, все же, вот это все разнотравие. Горные меда, очень хорошие горные меда. Когда еще добавляется, вот там, как начинает, если еще с начала весны становиться, то, допустим, ежевика. Это такая отдельную пасеку, ее ставишь там и не перевозишь. Вот собирается все меда, начиная с ежевики, что там еще, земляники. Плюс, скажем, липа добавится. То есть, сама липа, допустим, светлая, да? А когда все эти меда добавятся, и со вкусом липы, темный мед получается, ну, вообще такой. Ну, мне вот, допустим, больше всего, конечно, я предпочитаю горный мед. Хотя мы и живем вроде бы в деревне, да? Здесь тоже воздух, так сказать, не загрязнен настолько. А когда приезжаешь в такое место, безлюдное, так скажем, одна природа, один ты. А потом вечером остаешься, и вот это пение птичек, вот ты сидишь, первые соловьи, когда прилетают. Ну, я не знаю, просто непередаваемое, мне кажется. Сохранение семейных традиций и уважение к старшему поколению в работе пчеловода тоже важно. Люди собирают мед тысячи лет. И, конечно, знать о своем деле и передавать эти секреты из поколения в поколение – залог успеха. Именно эти тайны мастерства и позволяют пчеловоду стать лучшим. Большая семья – это интересно. Я не представляю, что это такая маленькая семья. Ну, вот, ну, да, я живу, вот, допустим, у меня папа, мама, дедушка, да, у нас отдельный дом. А брат у меня, своя семья рядом, рядом дом у него, и рядом он тоже так же, у него тоже большая семья, трое детей. И вот, но все время мы вместе. Дедушка, они привыкли работать все время и наблюдать просто так он не может. Он обязательно придет, посмотрит и начнет учить, как нужно это сделать. Подойдет, постоит возле меня, подойдет, постоит возле отца, скажет ему свое, что же подумал, подойдет к брату, подойдет к нему, тоже скажет. А потом потихоньку пойдет наблюдать. И каждый, вот он сидит, придем, узнает состояние пасеки и советует что-то нам. Расскажите про Азиза, как он справляется с работой, начинающий пчеловод. Ну, он сам проявляет инициативу. Я не то, чтобы его так именно подтягивал к этому. У него вот оно само, как бы с детства, вот он хочет вот этим заниматься. Но, опять же, я до сих пор не навязываю ему это. Он сам проявляет инициативу, приходит, вот давай я буду тебе помогать. Я делаю там, надо рамочку отнести, там куда-то отдельно положить, вот он поможет. То, сё, при поиске маток. Вот мы ищем матку, а два глаза хороша, а четыре лучше. Поэтому он тоже, вот он находит, вот он, и намного работа быстрее идет, легче становится. Азиз, а можешь нам рассказать, что у тебя в руках и для чего это нужно? Это дымарь. Он нужен для того, чтобы пчелки не кусали. Когда ты на пчелах дымаришь, они начинают бояться. И в зобик набирать мед. А когда у них в зобике мед, они не кусаются. А чем топят эту шарманку? Этот дымарь топят шишками. Дым у пчел с покон веков, это тысячу лет. Пчелы, когда еще в ульях не держали, они жили в лесу, в туплах. А когда пожар начинался, пожар, дым, они набирали в зобик мед и улетали, чтобы выжить. Пожар. И где-то потом опять поселялись, выживали. Поэтому, когда дым, у них этот инстинкт уже, может, тысячами лет сохранился. То, что вот жалят пчелы, вот зимой долго не жалят, то сидишь, то это, потом, то ноги начинают болеть, то еще что-нибудь. Ну, зимой не работаешь. Как начинаешь работать, все проходит. Все. Так лечат пчелы, и так лечит труд. И так получается счастье. Но любое счастье можно дополнить. Когда хочется летать вместе с пчелами или, например, вместе с голубями, то почему бы не воплотить это хотя бы на уровне эмоций? Так и идет вся жизнь. В постоянном движении и в постоянном полете. Это птенцы. Вот смотрите, их сколько. Вот здесь родители их. Вот они, смотрите, накормили их. Видите? У них зерно даже видно. Вот, скорее всего, вот этот самец будет, вот эта самочка. А сколько им получается дней? Да, вот смотри, они вылупились, наверное, где-то по недельке. Неделя. А там немножко уже подросший, да? Да. Нет, это и цвета другого. Получается, вон родители, вон коричневые. Вон, смотрите, вот он, папа. Ему где-то три дня, четыре дня. А как часто они у вас приносят потомство? Ой, очень много. Допустим, за год одна пара может, ну, четыре выводка смело сделать. Смотрите, пищит. Вот, мне было, наверное, лет десять, мы, прилетел голубь, сел на крышу, это Средняя Азия. Пришел голубь, прилетел голубь, сел он на крышу, и тут мы увидели, позвали отца, мы были еще маленькими, мы говорим, мы хотим поймать этого голубя. Он сделал петлю такую, палочки, как когда стемнело ночью, мы поймали этого голубя. Вот с тех пор у нас голуби, вот ни разу, это получается где-то, сейчас вам скажу, восемьдесят седьмой год, наверное. Вот с тех пор у нас голуби не выводились. Все время. Мы переехали сюда, мы привезли их с собой. Вот это вот, допустим, вот эти, вот у них желтенькие глаза, голые ножки, это наманганская порода с города Намангана. А есть вот с ногами у них оперение на ножках, это андижанская порода, порода с андижана. Ну, то есть вся птица была привезена со Средней Азии, с Узбекистана. И вот, вот люблю их и все, выйти, посмотреть с утра пораньше, как они летают, ну вот, пугнуть их, когда они вот скрываются, прям не видно их, прям точечки летают. Ну, это все любовь, это как любовь и голуби. Давай сюда! Ко мне! Ко мне! Место! Место! Это мои охотничьи собачки, я с ними хожу на охоту. Это девочки, это Несси, а это Аги. Все, все. Они очень послушные, они дипломированные, у них у каждой есть диплом. На соревнованиях у нее по перепелке, по куропатке, у Аги только по куропатке. Они очень послушные, вот с ними ходишь, одно удовольствие охотиться. Именно с этими собаками мы охотимся чисто на пернатую. Это перепелка, это начало охотничьего сезона в конце августа, сентябрь, массовый перелет перепелки. И после уже куропатка, фазан, вальшнеп, в принципе. А, ну на голубя они уже не будут так как бы. Но они приносят, то есть я стреляю, они падают дичь, они находят, приносят меня. Когда я езжу в лес, мы ходим вот на косули, на оленя. Вот это ощущение, вот это после выстрела, вот этот адреналин, оно себя чувствуешь каким-то, ну, мужиком, так скажем, пацаном таким. Делает то, что тебя радует, и ты не будешь работать ни одного дня. По крайней мере, ни одного дня тебе это не будет в тягость. Конечно, когда есть такая поддержка семьи, все становится немного легче, или, по крайней мере, веселей. Но и один человек может очень многого достичь. Надо только знать, из чего складывается его счастье. Из меда, из жужжащих пчел, из новорожденных ягнят, или, например, из парного молока. Я бы, конечно, посоветовал бы заниматься тем любимым, пусть неважно, пусть это будут пчелы, животноводство, ПРС или там барашки, я не знаю, чем бы. Ну, это такое дело. Если ты любишь это все, этим делом нужно заниматься, это надо добиваться. Тем более, мне кажется, сейчас много таких вещей и помощи. Есть выделение грантов разные. Для покупки инвентаря, допустим, даже тех же самых, для начинающего пчеловода или животновода, вот что, допустим, вот мы, да, пчеловоды. Для начинающего нужны улья, нужны, то есть, пчелы, нужна медогонка, нужны рамки, нужна овощина. То есть, это нужно не прекращается. И для первоначального, вот, допустим, выделяются гранты, и можно купить и улья, и пчел, и медогонку. То есть, для начинания это очень, так скажем, большая поддержка. Очень большая поддержка. Как-то к этому сильно с детства привыкли, и поэтому не получается по-другому. Я другую жизнь не представляю просто. Как можно другой работой заниматься? Вообще, ну, раз уже больше 50 лет с пчелами, уже о другом не думаешь. Я сам радуюсь, что вот так у меня жизнь сложилась. Из-за детей радуешься, и они же точно по стопам пошли, и все. И сейчас вот я смотрю, они, наверное, даже больше нас знают. Счастье – это когда работа все складывается, в семье все хорошо, в жизни все хорошо. Вот с женой в школе вместе учились, и с тех пор вместе живем. Еще таких детей воспитали. Вот, и вот дети хорошо, слава Богу, все хорошие. Лишнего у них нет. Ни один не курит, ни отец не курит, ни я, никто у нас не курит. Все вот так вот жизнь поразили, ну, счастливые. Думаю, вот теперь еще и внуки тоже будут. Еще одно счастье. Они наши учителя, так скажем, ну, мои, по крайней мере. Я вот видел, как они работают, и мы тоже все, вот, они работают, учили нас. И мы тоже так вот с братом вместе вот и работаем. Семья, работа, которая вот тебе нравится, и хочется вот работать. Вот это, наверное, основное счастье. Знаете, вот мы осенью завозим пчел, да, вот, домой, да, вот уже все. Ну, так скажем, осенью, в октябре месяце, вот, завезли пчел домой. Все, я вроде бы, я устал, я хочу отдохнуть, пойти сходить на охоту, там, поехать с семьей куда-то, отдохнуть на природу. Потому что времени очень мало бывает, пчел очень много времени отнимают из работы. И думаю, все, отдых до весны. Еле-еле до Нового года, после Нового года, как я хочу на пасеку, как я хочу поехать на природу, чтобы выехать, поработать. Как вот снится уже, вот, что я открыл улей, допустим, поднял эту рамочку, посмотрел. Ну, это все вот непередаваемое такое ощущение. Счастье, конечно, то, что такая огромная семья. У меня есть папа, у меня есть дедушка, у моего сына есть прадедушка. Ну, то есть, это большое счастье, когда семья большая, и все легче. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!